Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Как всегда, я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 4 градуса тепла. Ветер юго-восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. Гомельский государственный колледж искусств имени Соколовского приглашает проникнуться атмосферой лирики, романтики и насладиться вокалом. 4 февраля любители классики порадует музыкальная программа «Сокровищница мировой оперы». Артисты исполнят самые известные оперные арии. Уже несколько лет такие концерты собирают полные залы и завоевывают сердца гомельчан и гостей нашего города. А вы уже начали подготовку ко Дню влюбленных? Если вы еще не определились, как поздравить вторую половинку, рассмотрите вариант наполненного теплотой музыкального вечера. Например, в областном драматическом театре 14 февраля состоится концерт под названием «Love is». Праздничную программу представит концертно-духовой оркестр и солисты гомельских городских оркестров. Эта встреча поможет незабываемо отметить праздник и напомнит дорогим людям о своих чувствах. В программе не только красивая история любви, которая способна тронуть сердца, но и тематические конкурсы и призы. Не упустите возможность необычно поздравить своих любимых. В продолжение темы. Для всех влюбленных артисты Гомельской областной филармонии готовят концерт под названием «Обыкновенное чудо». Песни о любви прозвучат 14 февраля со сцены «Белой гостиной». Романтичные песни и незабываемые хиты исполнят Константин Горошко и Александр Пономаренко. Концерт обещает стать не только красивым праздником, но и замечательным подарком. Дарите близким счастливые мгновения, а вместе с ними отличное настроение и яркие впечатления. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов, а появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В День влюбленных «Джипси Бэнд» переедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем и увидеть прекрасное шоу можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. К следующим новостям. Артисты оркестра имени Василевского снова порадуют поклонников рока. Для них готовится очередной музыкальный подарок. 29 февраля в рамках программы «Инрокстайл» прозвучат хиты, проверенные временем. Усилить впечатления зрителей помогут цветовые инсталляции и красочный видеоряд. Песни, которые прозвучат в этот день со сцены, многие знают наизусть. Поэтому вполне вероятно, что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором. Место встречи – общественно-культурный центр. Гомельский областной драматический театр готовит премьеру. Комедия под названием «Боинг, Боинг, Боинг». Молодой ловелас придумал беспроигрышную комбинацию. У него сразу три подруги-стюардессы, не имеющие представления о существовании друг друга. Одна взлетает, другая приземляется, пока третья находится рядом. Но в один прекрасный день налаженная схема дает сбой. Герой попадает в безвыходное положение, но пытается выкрутиться, оказываясь тем самым в новых смешных ситуациях. Премьерные показы в Гомельском областном драматическом театре запланированы на 29 февраля, 1 и 7 марта. В музее автографа продолжает работу художественная выставка под названием «Воспоминания о лете». На ней графика Дарьи Чубрик и роспись по ткани Александры Звягиной. Вниманию посетителей библиотеки имени Герцена художницы представили работы, на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи. Желающих познакомиться с воспоминаниями о лете ждут в музее автографа. В стенах Центральной городской библиотеки имени Герцена продолжает работу экспозиция «Город, восставший из руин». Посетители библиотеки смогут познакомиться с видами Гомеля, сделанными в послевоенные годы. На выставке представлена часть работ из фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александра Веснина. Также часть работ принадлежит коллекционеру Игорю Штермеру. Гости смогут не только увидеть изменения послевоенного города, но и сравнить былой облик с нынешним. В музее истории города Гомеля работает выставка «По странам и континентам». На ней работают участников в секции «Фототревел-клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят фото, сделанные в Исландии, Индии, Италии, Монголии и других странах. К другим новостям. В Мичигане произошел интересный случай. Рядом с банкоматом мужчина нашел коробку с надписью «40 тысяч долларов». Он подумал, что это, возможно, мусор, но все-таки решил проверить. Внутри оказались деньги. Удивление прошло не скоро, но когда это случилось, мужчина принял решение вернуть находку в банк. В ближайшем отделении он спросил, полагается ли награда за 40 тысяч долларов. Безусловно, сотрудники банка приняли утраченные деньги. Оказалось, что во время доставки наличных в банкомат инкассатор забыл коробку и та простояла на улице целых 20 минут. В итоге банк отблагодарил порядочного местного жителя и вручил ему денежную награду. Ну а далее о братьях наших меньших. Владельцы собак отлично знают, как ведут себя их питомцы на улице, повстречав на своем пути кошку. И коты отвечают им взаимностью. Почему же эти животные не очень-то хотят дружить? Специалисты называют несколько основных причин. Во-первых, это характер котов, которые, предпочитая свободу, не очень-то нуждаются в общении с другими животными. Собаки же, наоборот, хотят сразу с ними подружиться. Ну а во-вторых, собака по своей природе хищник, от которого кошки, как правило, предпочитают держаться подальше. Да и вся история их взаимоотношений уходит в глубину веков, где предки котов, саблезубые тигры, были агрессивными и мощными конкурентами. Безусловно, есть приятные исключения, но это не относится к ситуации, о которой мы расскажем далее. Говорят, кошки боятся собак, но это видео показывает обратное. Казалось бы, бесстрашный Хаски начал дразнить кота, и тот не прошел мимо и ответил своему обидчику. Причем ответил вполне достойно. Но пес решил оставить последнее слово за собой и продолжил лаять на кота. В итоге противостояние продолжилось. Как только кот отворачивался, Хаски снова набрасывался на него. Причем в глазах пса нет ни капли страха, а только мысль о том, как посильнее задеть кота. Хотя в моменты, когда он убегал и прятался, наверное, можно заметить обратное. И попробуй пойми, то ли кот молодец, ведь не побоялся дать отпор крупному обидчику, то ли Хаски нужно защищать от этого зверя. Разыгрывать своих домашних питомцев любят, наверное, все хозяева. Делать это можно самыми разными способами, вариантов масса. Можно, например, спрятаться от своего четвероногого друга, как это сделал герой одного из видео. Реакция его собак на исчезновение хозяина оказалась более чем просто забавной. Пока они не поняли, что произошло на самом деле. Мужчина нырнул в воду так, что питомцы потеряли его из виду. Что получилось в итоге, смотрите на видео и попробуйте не засмеяться. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. А также звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, хочу пожелать вам только хорошего настроения, улыбок окружающих и солнца в душе, какой бы ни была погода за окном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА